Это, видимо, да, по одному рывку, по одной стометровке замерки произведён. Ну а теперь самые интересные фрагменты этого матча. Здесь было на что посмотреть. Хорошее возвращение футбола в пока ещё Морозную Пермь. В четвертьфинале Кубка России по футболу Андрей Николаевич Кобелев сказал, что он не согласен с тем, что команда его заслужила проигрывать 0-2 к перерыву. Но, тем не менее, это произошло. Когда Амкар стал прессинговать, первый перехват гола приводит к забитому мячу. Передача Балановича и Прудников разбирается с двумя центральными защитниками «Динамо» в штрафную площадку. Феноменальный гол. Он развернулся, он увидел ворота. Он убрал мяч под левую ногу и пробил неотразимо. Ну и вот то, что тоже Кобелев отметил после матча. Опастные моменты возникали у ворот «Динамо» после атак «Динамо», которые перехватывались и были ошибочные передачи. И вот стандартное положение. И второй мяч забит уже после углового и рикошета в ворота «Динамо». Это Зайцев, центральный защитник, отличился. Но после перерыва пошел совсем другой футбол. Правда, не сразу. Сначала была отличная возможность Георгия Пеева. Нивелированная прекрасным прыжком Антона Шунина. И в принципе, надо отметить, что возвращение в стартовый состав этого голкипера, давно не игравшего основной роли, получилось достаточно успешным. Конечно, не по результату команды, но по его личным действиям, я думаю, что Кобелев может быть в принципе довольным. Удачно вышел на замену Бичарай, проявил себя и пробив головой, поборовшись, затем пробив штангу. И дальше момент уже у Погребняка, который активизировался ближе к концовке. Но в частности, потому что мяч начал до него доходить наконец. Сначала Погребняк ударил, и был заблокирован этот удар Богданом Бутко. А вот второй похожий шанс у Павла уже был остановлен непосредственно голкипером Александром Селиховым. С ближней дистанции 12 метров. Но какая феноменальная реакция вратаря Амкар. Контратака опаснейшая в исполнении Амкара. Прудников убегает один на один Шуниным, обыгрывает его. И пустые ворота, но в них уже Прудников не попадает, просто не хватает сил. Да, действительно, здорово упала точность его действий. В конце концов, он был заменен. Вместо того, чтобы повести 3-0 из Покольнина и довести дело до победы, Амкар пропускает мяч. Новичок команды Драгун отреагировал на точную передачу. Переиграл в воздухе Алихана Шаваева. Но Шаваев к этой минуточке не сказал своего последнего слова в игре. Вот оно, последнее слово. Его сшибает в штрафной площади защитник Губочан. Назначается 11-метровый удар. Абсолютно прозрачная ситуация. И хотя угадал направление Антон Шунин, он не смог достать этот удар. 3-1. Победа Амкара. Как интересно, Шунин хлопнул в ладоши прямо перед исполнением пенальти, пытаясь таким образом молодого Шаваева смутить, но не помогло. Хороший матч. Была интрига, была настоящая борьба после перерыва. Здорово, что все мы это увидели. Спасибо вам за внимание. Репортаж для вас с Пермского стадиона «Звезда» провели Сергей Кривохарченко и Роман Трушечкин. Режиссер нашей трансляции Александр Кандалов. Спасибо за внимание. Смотрите и любите наш фильм.